Двор дома на Новосадовой 285 начнет меняться уже этой весной. Здесь делают новые пешеходные дорожки, мягкое покрытие на детской площадке, теннисный стол, поставят урны, скамейки и спилят аварийные деревья. Изменения коснутся и жителей дома на гаражной 13А. Неравнодушные самарцы проголосовали за благоустройство двора по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Здесь дорожки сделаем вот так вот. Здесь жители попросили парковку. Плюс у нас идет обустройство контейнерной площадки. Вот, вон она стоит, она как бы, ну, метея, нормально. Вот, а здесь у нас газоны будут. Жители Октябрьского района обратили внимание Елены Лапушкиной на состояние тротуаров на Революционной. Говорят, они нуждаются в реконструкции. Необходимо подлатать асфальт и обновить бордюры. Если возможно, с лавочками в зоне отдыха. Потому что бабушки все идут с магазинов и с большими сумками. Во дворе дома на Масленниково 14 летом уберут незаконные гаражи и обустроят парковку. Кроме того, здесь должны отремонтировать дорогу. Естественно, у них вот здесь еще тупик, там блоки стоят. Но это будем сносить. И полностью асфальтовое покрытие. Вот там выход со двора еще на Масленниково полностью делать. И плюс еще контейнерную площадку будем делать. Елена Лапушкина обратила внимание главы Октябрьского района на состояние дворов. Управляющие компании с работой справляются, но замечания все равно есть. 99% внутриквартальных тротуаров у нас убрано. По состоянию, на вчера 87% крови у нас были очищены от наледи. Плюс к тому, по выходам из подъездов у нас процент был порядка 97%. Благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды, летом в Самаре приведут в порядок дворы во всех районах города. Специалисты приступят к работе весной. Анатолий Головко, Константин Головин, Максим Гусев. События.